И теперь обо всем подробнее. Прошлый год для Мамлюцкого района стал успешным во многих сферах. По сравнению с 2014-м значительно вырос объем производства, появились новые объекты. Однако есть и недочеты. Мамлюцчане не спешат пользоваться государственными программами. Все это обсудили на отчетной встрече Акима района Ербулата Бекшенова перед населением. Подробности в материале наших коллег с телеканала «Казахстан» Петропавл. 2015 год для Мамлюцкого района стал показательным. Объем воловой продукции превысил 12 миллиардов тенге. Инвестиции составили порядка 400 миллионов тенге. Могут похвастать мамлюцчане и высоким урожаем. Зерновыми культурами были заняты 117 тысяч гектаров посевных площадей. Масличные культуры размещены на площади 27,6 тысяч гектаров, что на 3,5 тысяч гектаров больше в уровне предыдущих годов. В плане создания прочной кормовой базы и развития животноводства были увеличены посевы кормовых культур на 2,5 тысяч гектаров и составили 15-9 тысяч гектаров. На Молот Масличный составил 22,8 тысяч тонн при урожаемости 8,3 гектара. Собрано 17 тысяч тонн картофеля и 34 тысяч тонн овощей. Успешно реализуется в районе программа с дипломом в село. Сюда после учебы приезжают молодые педагоги и животноводы. В рамках проекта в 2015 году 10 человек получили пособие почти на 1,5 миллиона тенге. Всё больше в районе становятся предпринимателей. Сейчас здесь действует около 900 субъектов малого и среднего бизнеса. По программе «Дорожная карта занятости-2020» 4 мамлюдчанина получили помощь от государства почти на 11 миллионов тенге. В жилищное строительство инвестировано около 120 миллионов. Но волнует местных жителей и решение социальных вопросов. Нам нужен стадион. В Мамлюдке нет стадиона. Молодежь просит. Даже проектно-смертная документация есть. Этот год последний и помогите в этом плане. Я думаю, что многое правильно и есть перспективы будущие. Поэтому никаких проблем особо не вижу. А стадион мы построим в этом году, я тоже проблем не вижу. По словам главы региона, в Мамлюдском районе есть ряд нерешенных задач. К примеру, не так активно, как ожидается, жители пользуются госпрограммами. В 2015 году план выполнен лишь на 71%. В районе на 16% сократились инвестиции в основной капитал сельского хозяйства. То есть меньше стали брать технику. Это нехороший показатель. Слабо реализованы программы Субага на 71,1%. Это тоже один из районов. Мы по сути по области выполнили на 110% Субага, а район не выполнил. Кулан 91,9%. То есть на 8% тоже нет выполнения. Не выполнил план по экспорту мяса на 17%. Не создано ни одной откормочной площадки. Жители района также задавали вопросы, касающиеся ремонта школ и уличного освещения. Глава региона заверил, со временем их решат. Но в большей степени мамлючан волнует состояние дорог районного и областного значения. Кстати, их протяженность почти 400 километров. В 2015 на содержание автотрасс было выделено более 186 миллионов тенге. Предусмотрен ли ремонт дороги от села Андреевка до Бастандык, Бастандык-Новомихаловка? Я знаю, что проблема по этой дороге есть. В этом году выделено 170 миллионов тенге на 21 километр. Поэтому мы отремонтируем, и дорога будет в хорошем состоянии. Требуют ремонта и дороги в райцентре. Акимобласти пообещал, в этом году проблема решится. По мамлюдке 37 миллионов выделено из областного бюджета и 18 миллионов выделено из местного бюджета. Поэтому большие участки дорог в этом году будут отремонтированы. Это немалые средства для мамлюдки. После итоговой встречи Ерих Султанов побывал в мамлюдской школе искусств. Ее посещают 250 ребят. Коллектив учебного заведения Акимобласти подарил компьютер и ноутбук.